Привет, друзья! С вами психолог Полина Боттичелли, также я являюсь практикующей буддисткой. И в этом видео хочу поговорить о вегетарианстве и веганстве. Меня, как буддистку, люди, когда узнают, что я буддистка, иногда спрашивают, а ты ешь мясо? Я говорю, да. И вижу удивление часто на лицах. Почему-то у некоторых буддизм ассоциируется с отказом от животной пищи. Ну, в принципе, я понимаю, почему. Потому что монашеский буддизм зачастую предполагает отказ от мяса. Но здесь, в общем, нужно, наверное, немножко такую просветительскую работу произвести и сказать, что это далеко не всегда так. Будда сам, например, был из касты Кшатрев. То есть вы знаете, что в Индии существует деление общества на касты. Так вот, Будда не был из касты браминов, то есть священнослужителей. Он был из касты воинов Кшатрев. И воины в Индии едят мясо. Но это ладно, это, так скажем, это связано просто с историческим происхождением исторического Будды Шакимуни. А что касается практикующих буддистов, то хочется просто сказать, что это не всегда обязательно отказ от животной пищи. И, в принципе, хорошо, если человек может себе позволить. Я вообще ничего против не имею вегетарианцев и даже с уважением отношусь, потому что это непросто вести такой образ жизни. Но вот веганы уже вызывают у меня опасения. И сейчас расскажу, почему. Но для начала приведу такой диалог, который состоялся однажды между тибетским буддийским ламой по имени Калурин Поче, который, кстати, стал прообразом для создания персонажа по имени магистр Йода. И этот Калурин Поче в Америке встречался с западными людьми, которые интересуются буддизмом, читал там лекцию, и в конце были вопросы. И собравшиеся задали такой вопрос, как он относится к вегетарианству. И Калурин Поче, он как будто бы, ну, видел, что люди такие собрались, которые думают, что вегетарианство – это хорошо, и это такое что-то очень морально высокое и духовное. Он сказал, они все сидели, пили зелёный чай. И он сказал, вот вы сейчас пьёте зелёный чай. Как вам, чай любите? Все такие, да, да, чай – это круто. Он говорит, а подумайте о том, что чтобы вырастить этот чай, чтобы засеять поле этими чайными деревьями, засадить, пришлось перепахать землю, и все животные, которые были на поверхности земли, оказались под землёй, а все, которые были под землёй, оказались на поверхности, и миллионы просто этих животных умерли. Ну, имеется в виду, конечно, насекомые, но он сказал животные. Они тоже относятся к царству животных, если так, строго говоря. Вот, он говорит. Так что, за тем, чтобы вырастить этот чай, там, травили этих всех паразитов, и опять миллионы живых существ умерли. И пить этот зелёный чай – это то же самое, что пить кровь этих существ. И поэтому это ненамного чем-то лучше, чем есть мясо. Это то, что сказал Калорин Поча, и я хочу здесь пояснить, что буддизм не разделяет ценность жизни, ну, так вот, по большому счёту, как будто бы, что она разная у разных существ, в зависимости от того, насколько там, не знаю, устроена, сложна их нервная система. То есть жизнь – это жизнь, отнимать жизнь – это отнимать жизнь, неважно. Ну, то есть, конечно, немножко нюансы есть, да, что или мы у человека отнимаем жизнь, или у комара. Но и то, и другое является негативным действием. И, получается, Калорин Поча сказал нам о том, что если мы живём в этом мире, мы не можем совсем не причинять вреда. К сожалению, жизнь вот этого материального тела, она предусматривает то, что, чтобы это тело поддерживать в рабочем состоянии, мы должны брать какие-то ресурсы, и в процессе того, как мы эти ресурсы берём, даже мы просто идём по лесу, мы будем наступать на каких-то животных. И это в каком-то смысле нормально. Но также буддизм предостерегает, например, от того, чтобы убивали ради тебя, например, когда ты приходишь в рыбный ресторан, и там плавают живые рыбки или лобстеры, и что ты говоришь, мне вот эту рыбку, пожалуйста, пожарьте. Это уже будет, ну, это то, например, чего я не делаю, потому что это считается, что ты становишься причиной смерти этого животного. Одно дело, когда животное уже умерло, если мы говорим о мясе, да, животное уже умерло, и ему уже нельзя причинить вреда, и мы просто едим это мясо, которое животное убил кто-то другой. Для таких буддистов, как я, это окей. Это не супер хорошо, конечно, здорово, если получается этого избегать, но если не получается, то ничего страшного. А если мы становимся причиной смерти, то это уже другая степень вредности поступка. И здесь я хочу обратить внимание, что буддизм вообще не моралистичен. Он не говорит, это хорошо, это плохо. Он говорит, это полезно, это вредно для тебя. Это приводит к этим последствиям, а это приводит к этим последствиям. Так вот, буддизм говорит, что когда мы убиваем, отнимаем жизнь, или мы становимся причиной смерти, то мы в собственном сознании, в сознании хранилища засеваем негативные семена, которые в будущем взойдут как что-то негативное. Негативные состояния, негативные события и так далее. И отнимать жизнь систематически приводит к короткой жизни, к рождению в различных адах. То есть это очень такое вредное действие, одно из самых вредных. Если не самое, наверное, самое, да. Вот. Но при этом, когда мы являемся косвенно причиной, то есть, например, я как мясоедка, я покупаю мясо, тем самым я стимулирую производителей продолжать производить, то есть продолжать убивать животных. То есть я немножечко косвенно являюсь причиной смерти, но это не непосредственно. И это вот степень этого вреда совершенно разная. Если я просто понимаю, что да, за счёт того, что я покупаю мясо, я рождаю спрос, и какие-то другие люди будут убивать животных, типа из-за меня, то это вот такой малюсенький вредный эффект. Да, он есть, да, он немножечко вредный, но он настолько немножечко вредный, что это окей. И мы как, ну вот в нашей школе, например, считается, что когда ты перед тобой поставил тарелку с мясом или с чем-то там мясным, можно мысленно сделать пожелание этому животному, которое умерло, и за счёт того, что ты ешь его мясо, у вас, ну, небольшая связь кармическая происходит. И если ты будешь делать определённые пожелания и произносить определённые мантры, то, ну, в общем, это хорошо даже. Вот, а если ты, соответственно, питаешь столько растительной пищей, то ты не создаёшь вот этих связей с этими умершими животными, ну, как буддист именно, я не говорю сейчас про небуддистов. Но, в принципе, это тоже окей. Да, зато ты не стимулируешь вот этот спрос на убийство животных, которое, в принципе, является тоже, можно сказать, нормой жизни, потому что, если мы посмотрим в целом на мир, не только люди убивают других людей, и животные убивают других животных, ну, и люди убивают животных, и как бы все друг друга убивают, ну, вот такова жизнь. Да, это ужасно, но это часть жизни. И если, ну, как бы умно ли, разумно ли, и действительно ли мы как-то сильно меняем мир, отказываясь от потребления мяса. В холодных странах, например, ну, то есть, если есть возможность отказаться от потребления мяса, то замечательно, и, в принципе, да, это уменьшает спрос, и, соответственно, производители мяса, может быть, подумают о том, чтобы переключиться больше на выращивание искусственного мяса, или, там, на производство соевых продуктов и так далее. Но если мы посмотрим на северные бедные страны, вот такие, как Тибет, например, там невозможно выжить без мяса, там не получится быть вегетарианцем, потому что, ну, если там будут искусственное мясо туда завозить, то хорошо, но до этого еще, наверное, далеко. Вот. И, то есть, в целом, я вообще вегетарианцев уважаю, и сама я не являюсь вегетарианкой, и мне не получается, ну, просто вот для меня это слишком сложно, особенно, когда путешествуешь, и слишком много углеводов. Вот. И вот еще один момент, давайте подумаем про углеводы, да. Вегетарианцы обычно все едят хлеб и мучные, и зерновые продукты. Потому что что еще есть-то, блин, остается практически ничего из калорийного. Но есть такое явление, вот, недавно, кстати, ученые выяснили, про мышей. На самом деле, при производстве хлеба убиваются миллионы, миллиарды мышей, которые там в зернохранилищах, конечно же, покушаются на все эти зерна, и мыши очень быстро размножаются. Вот. И получается, что при производстве хлеба также погибают огромное количество мышей, а мыши, это уже не насекомые, у которых там, ну, они не теплокровные, у них нет там вот этой заботы о потомстве, как у млекопитающих. Мыши это млекопитающие. Причем у них такой интересный есть эффект, что мыши, оказывается, поют, и они поют довольно-таки сложные. Песни это такой сложный вид коммуникации, который, ну, достаточно высокоразвитым животным присущ. До недавнего времени считалось, что только людям, китам и рукокрылым присуща способность петь. А вот, оказывается, еще и мышам. Там и мыши, ну, поют прям друг другу разные песни. Вот. И получается, что когда мы покупаем хлеб, мы точно так же стимулируем производителей хлеба, зерна и муки продолжать убивать этих мышей в гигантских количествах. Если мы убьем одну корову, я вчера читала, специально готовилась к этому видео, то, ну, там, коровы бывают разные, люди бывают разные, с разными желудками, аппетитами, но если вот так брать все показатели средние, то есть корова, которая дает 400 килограмм чистого мяса, этими 400 килограммами мяса можно накормить 250 человек. Нет, 250 грамм, если каждому дали, то есть если с гарниром, 900 человек можно накормить. Или это один человек, который может есть эту корову в течение двух лет, ну, если заморозить. Получается, что мы убиваем одно животное, и мы на два года вообще закрываем проблему с белками. А если мы едим только хлебушек, то мы, ну, очень много мышей убиваем, и если посмотреть по количеству жизней, то, получается, говядина-то, она даже и гуманнее будет, меньше животных придется убить, чтобы самим не умереть от голода. В общем, такие мои размышления. Почему я считаю, что вегетарианцы, с одной стороны, здорово, с другой стороны, даже будучи вегетарианцем, мы все равно не так, что мы живем и никого не убиваем. Ну, а сыроеды и веганы, сейчас я вот буду про них говорить. Недавно в Малайзии умерла блогерша в возрасте 38 лет, которая была такая активная веганка и сыроедка, и она, в общем-то, об этом в основном делала свой блог, она умерла от истощения. И это довольно-таки показательный случай, и надеюсь, что она умерла не зря, своей смертью показав, к чему приводят такие крайности. Это, конечно, прискорбно. И я зачастую, вот веганство и сыроедение, я зачастую, когда люди рьяно этого придерживаются, я так уже, как психолог, я начинаю так подозревать психические расстройства, в частности, расстройства личности. И как мне кажется, и по моим наблюдениям, веганство может быть такой психотической природой двух разновидностей. Первое — это нарциссические патологии, когда человек через такой веганский образ жизни компенсирует внутреннее, неосознаваемое чувство собственной ничтожности, такой вид нарциссизма, когда, типа, я такой святой, я такой моральный, я ещё, и у меня ещё есть такая миссия, я спасаю мир от глупых мясоедов и защищаю жизни невинных животных. Вот. И тогда, к сожалению, такие веганы, они ещё могут быть очень агрессивными по отношению к тем, кто думает иначе. И даже вот здесь, в Европе, я вижу, что я уже начинаю себя чувствовать не очень безопасно, как мясоедка, потому что, ну, такие люди с этими психическими расстройствами, они, ну, могут быть действительно агрессивными, и они пробираются ещё куда-то там наверх в политику и начинают влиять на законы и так далее. Я боюсь, как бы у нас вообще не стали здесь в Европе принудительно делать из нас веганов и вегетариантов. Ну, пока что до этого ещё далеко, к счастью. Вот. Это первое. Первый вид, значит, нарциссический, а второй вид, это, ну, мазохистический или депрессивный. Ну, они там похожи, в принципе, динамика. То есть, это когда человек неосознаваемо постоянно чувствует вину каким-то образом, по каким-то причинам, он постоянно чувствует себя виноватым. И он пытается эту вину искупить. Вина, она, в принципе, призывает к искуплению. И это такое компенсация этой вины, то, что я, во-первых, себя мучаю тем, что я отказываюсь от мяса. И, кстати, веганы и вегетарианцы, ну, веганы чаще говорят, веганы чаще, чем вегетарианцы, они говорят о том, что они не потому, что им мясо невкусно от него отказались, а они, на самом деле, мясо всегда любили, и оно вкусное, но они его не едят, потому что вот они такие морально совершенные святоши, хочется сказать. Вот. Но здесь же мы видим, да, что есть отказ от того, что я люблю, то, что мне нравится, потому что я такой вот хороший. То есть это как бы две таких. И вот этот отказ и мучение себя, потому что это очень сложно придерживаться такого образа жизни, сложно варить постоянно себе эти все бобы и так далее. Мы еще с мужем иногда шутим, что вот кто-то там выдвинул закон про то, что, типа, давайте коровы, значит, всех поубиваем, потому что коровы пукают, и вот этот метан усиливает парниковый эффект изменения климата. Вот. А я говорю, а ничего, что вегетарианцы сами, скорее всего, пукают в два раза чаще, чем остальные люди, потому что они постоянно едят бобовые, им очень много овощей, это все бродит там, скорее всего. Вот. Ну это ладно, это мы просто шутим. Но я к тому, что это вот вина, и чувствую, как будто бы человек себя чувствует виноватым за то, что он живет. То есть я, например, да, понимаю, что я за счет того, что я живу, поддерживаю свое тело в рабочем состоянии, кто-то от этого страдает. Ну такова жизнь. Я тоже страдаю от того, что другие люди там как-то, ну мы тремся, мы там границы друг друга периодически нарушаем, такова жизнь. Комары там из меня пьют кровь, например, иногда, или какие-то клещи. Вот. Ну такая вот природа. А кто-то не может вынести даже вот этого. Это зачастую может быть связано с какими-то травмами, например, если это нежеланный ребенок, или это ребенок, которому постоянно внушали, что он место только занимает. И вот эта неосознаваемая невротическая вина выливается вот в такой процесс, что человек ощущает себя виновным за то, что он в принципе существует и живет, и он пытается эту вину компенсировать, отказываясь от мяса, от употребления животных продуктов, от употребления там, не знаю, не покупать ничего шелкового, ничего кожаного и так далее, чего-то, из-за чего умерли животные, не осознавая, что животные умерли из-за всего. Вот куда ни посмотри, все, что есть, вот даже полиэстер, пластик, там все эти альтернативы животным каким-то продуктам, они зачастую не меньше смертей вызвали, чем эти животные продукты. Потому что при выращивании любых растений нужно убивать всегда этих насекомых, которые нападают и пытаются эти растения съесть, ну и так далее. Что еще я хотела сказать? Ну вот, да, получается, что да, и есть даже определенные расстройства пищевого поведения, вот есть известные расстройства пищевого поведения, такие как анорексия, нервная булимия, компульсивные передания, а есть еще другие расстройства, я забыла название, но это когда человек очень сильно заморачивается на своем питании и питается столько здоровой пищей, например, сейчас очень повальная такая мода на отказ от глютена, хотя непереносимость глютена это редкая генетическая особенность, которая у большинства этих людей, которые от глютена отказываются, не встречается, но люди отказываются от глютена, потому что они что-то где-то слышали, что вроде бы глютен это не круто, и вот, и значит, поэтому они они могут даже себе внушить, что у них это непереносимость есть, и у них действительно начнет болеть животных, и так далее, то есть чрезмерные заморочки на своем питании, это еще может быть люди, у которых много тревоги, и которым нужно все контролировать, они не могут контролировать там людей, например, снаружи себя, ну, то есть других людей, как выразилась страна, других людей не могут контролировать, и они тогда думают, я хотя бы себя буду контролировать, я буду очень сильно контролировать все, что я ем, я буду супер здорово питаться, это такая компенсация каких-то психических болезненных моментов, и конечно, я всегда всем таким людям рекомендовала бы пойти на психотерапию, но длительную, но, к сожалению, вряд ли они прислушаются, поэтому насильно к психологу никого не потащишь, и к психологу идут, когда защиты уже не работают, то есть у нас у всех есть какие-то защиты психологические, то же самое веганство может быть психологической защитой, и такой человек он пойдет на психотерапию, когда перестанет справляться эта защита с тем, против чего она, собственно, и срабатывает. Вот. Ну, я думаю, что все сказанное объясняет прекрасно, почему я не чураюсь ни мяса, ни каких-либо других животных продуктов, даже и ношу кожаную обувь с удовольствием и так далее. Не уверена, насколько это правильно, но вот, кстати, в защиту немножечко, что не такие уж мои аморальные буддисты, хочется сказать, что, например, мы стараемся не есть органы чувств, считается, что все-таки это закладывает такие более весомые зерна будущих страданий, если мы съедаем органы чувств, то есть, например, язык, глаза, сердце, тоже, кстати, ну, сердце не органы чувств, но по факту-то, да, мы очень много говорим, я прям сердцем чую, вот, то есть, считается, в общем буддизме, что ум, он скорее где-то вот здесь вот у нас у людей находится, то есть, связан больше с сердцем, чем с мозгом. И, кстати говоря, сердце появляется, вот, когда развивается эмбрион, насколько я знаю, сначала сердце развивается, начинает биться, а потом уже мозг достраивается. Ну вот, такие пироги, поэтому, пироги с мясом я ем, и стараюсь при этом делать пожелания этим умершим животным и мантры им говорить, чтобы у них было лучшее перерождение. Не уверена, что эти пожелания как-то могут действительно на этих животных повлиять, но попытаться можно. С вами была Полина Патечелли, ставьте лайк этому видео, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал и записывайтесь ко мне на онлайн-консультации как к психологу. Вся подробная информация по ссылке в описании. С вами была Полина Патечелли, всего доброго! Продолжение следует...